Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Политбюро. С вами я, Денис Пахилов, Вадим Карасев. Сегодня в нашей студии, Вадим Юрьевич, здравствуйте. Пятница, традиционно, это у нас сериал, который продолжается уже из недели в неделю, СНБО. На этой неделе СНБО будет проводиться, на момент записи этого интервью еще не было, в Донецкой области. Впервые выездная история, выездная студия, скажем так, Совета национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь СНБО Данилов заявил, что будут рассматриваться вопрос границы, вопрос безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной и водой. Что значит в глобальном смысле СНБО именно в Донецкой области, возле линии разграничения? Внимание к территориям, которые находятся в зоне линии соприкосновения, которые контролируются Украиной, которые вне контроля. Это в свете подготовки все-таки визита Зеленского в Вашингтон, где Минские соглашения будут рассматриваться, будут рассматриваться возможности формы их модификации, во всяком случае с этим предложением модифицировать Минские соглашения, убедить в этом американскую администрацию нынешнюю, едет Зеленский. И надеяться, что в этом смысле американцы будут более заговорчивыми и более, скажем так, чувствительны к пожеланиям и предложениям Украины, нежели Германии и Франции. Поэтому, если эта часть касается ситуации на границе, ситуация, наверное, скажем так, ситуация, которая на неконтролируемых территориях, военная, так, милитарная ситуация. Ну, что касается там тарифов, ВД это уже касается не только, скажем так, конфликта на Донбассе, но касается более широких социальных вопросов. Ну, там медицина еще, понятно, будет, наверное, все-таки, вот это сейчас дискутируется вопрос, закрывать границу с Россией, потому что там бушует Дельта, вот, или нет, если закрывать, то в какой форме, что это, технически тоже надо проработать. Вот так вот, мне кажется, главное вот это. Ну, уже было заявлено, что 31 августа, может быть, продолжен карантин в Украине, обновлен, скажем так. Да, но это будет зависеть от медицинской ситуации. С заводским настройкам. Помните, пятого президента Украины Петра Порошенко часто обвиняли в показушности. Ни одна ленточка не может быть разрезана без властной руки Петра Алексеевича. Поездка СНБО целого на Донбасс, это не показуха? Ну, смотрите, там ленточки все-таки не разрезают, во-вторых, конечно, Петр Алексеевич любил эти все вещи, так. И иногда бумеран приходит, вот эту историю с абрикосами, да, когда он ездил абрикосы давать, а потом на яхте, там такой крутой яхте, да, атошники передали. Вот этот вот показушность, вот этот цинизм иногда наших политиков, он, конечно, зашкаливает. Но в данном случае все-таки речь идет о другом. В выездное заседание РНБО, туда приедут соответствующие члены РНБО, это как бы, ну, во-первых, это показать, что в зоне внимания находится регион, так, что он очень важен, регион, так, это, конечно, мобилизует и местную власть, для того, чтобы они тоже, скажем, работали более эффективно и результативно. Тут, мне кажется, все-таки проблема не в показухе, а в том, что вот там же были предложения возле Сумской области вначале, вот, и все это, значит, показать, что государство, вот эти все очень проблемные регионы, да, которые находятся там или в зоне конфликта, или рядом, ну, или на границе там с Российской Федерацией, они находятся в зоне приоритетного внимания государства. Так что тут, я думаю, вот этот факт. Очень активно идет подготовка, в том числе, и, возможно, к обновлению вооруженных сил Украины, об этом говорят ваши коллеги, в том числе, об этом говорят и военные эксперты. Все началось с увольнения господина Хомчака, главнокомандующего вооруженных сил Украины, и потом пошло, 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 начали убирать. Некоторые, в том числе ваши коллеги, говорят о том, что таким образом Зеленский укрепляет свою власть среди военных. Зеленский таким образом пытается подкорить военных, чтобы никто из чинов вышестоящих вооруженных сил Украины не мог сказать гаранту, они и так не могут сказать нет, просто потому что по факту. Но что будет точно, сто процентов? Ну, упрощенное понимание, так, при всем уважении, скажем, к тем, кто выражает такие мысли, потому что это упрощенное понимание. Там же ж не только, возьмите сферу безопасности, внешнюю разведку, вот мы обсуждали в прошлый раз, так, дальше СБУ. Это идет, скажем, процесс трансформации политического режима и трансформации государства в сторону большей суверенизации и опоры на внутренние источники силы. Потому что летом этого года момент истины наступил в отношениях Украины и Запада. Мы увидели, что надеяться на западные гарантии, исключительно на западное партнерство, на партнерство с Западом, это стало быть, ну, скажем так, рисковать в некоторых вещах украинской безопасности. Поэтому при сохранении партнерства с Западом нам необходимо усиливать внутренние источники силы. Ну, идти, если, знаете, я называю это путь или модальность израилизации Украины. Израиль не входит ни в НАТО, ни в Европейский Союз, там, и так далее. Но имеет сильную, скажем так, армию, сильно хорошую, оборуженную армию, сильную экономику. И вот опора на собственные силы в этом смысле, так, ну, не в китайском там или там корейском варианте, а вот в таком израильском варианте, достаточно интересный поворот во внутренней и внешней политике. Потому что надеяться, что вас от всегда под опекой, скажем так, и покровительством Запада или США, вы можете чувствовать себя спокойно, уже нет. В безопасности нет этого чувства. Это достаточно интересный момент, поэтому надо укрепить армию, провести кадровые ротации, вести, скажем так, на высшие военные позиции молодых, скажем так, генералов амбициозных, молодых, амбициозных генералов, да, которые прошли боевой опыт, такой путь достаточно интересный. В сфере безопасности это отказ от услуг тех, скажем так, генералов, руководителей, которые слишком были ориентированы на Запад, понимаете, на Америку. У нас, знаете, при Януковиче на Россию спецслужбы, а теперь слишком был большой крен сделан в 2014-2015 годах в сторону Америки. Но если у нас как бы начинается, скажем так, ну, партнерство более, скажем так, прагматичным, более рациональным, менее эмоциональным, то зачем? И зачем нам разведчики, контрразведчики, которые, ну, служат, скажем так, точнее так, ориентированы на другое государство, хотя и нашего партнера, или ориентированы на то государство, которое у них в голове, а не на то, которое реально есть. Поэтому службы должны быть, скажем так, более национальными, национально ориентированными. Вооруженные силы должны быть более национально ориентированными. Это называется процесс интернализации, внутрения. Есть интернационализация, а внешнение. А интернализация это внутрение. Это достаточно интересный подход. Да, то, что, конечно, усиливается государство, да, может быть усиливается. Да, усиливается где-то власть президента, но нет, это сама цель. Потому что Янукович тоже хотел усилить свою власть, но не государство. Ну, чтобы самое главное, скажем так, был, сохранялся паритет, в том числе и не было того края, о котором вы говорите. Да, не, в этом смысле, вот этот накренились мы немножко в сторону Запада. Запад это не оценил по многим, скажем так, причинам или поводам и прочее. Ну и хорошо. Значит, тогда надо выровнять курс. Я не говорю, что это, скажем так, все получится, что это принесет удачу, успех. Но, по крайней, нынешняя власть, там, несмотря на массу, скажем так, претензий к ней, она нащупает вот этот срединный, центристский путь во внешней политике и в целом, в геополитике. Посмотрим, насколько успешно это будет. Естественно, это не дни, это не недели, это года, скорее всего. Вадим Ильичу говорим, огромное спасибо, что были в нашей студии. Вадим Карасев был в студии Политбюро. Друзья, лайки, комменты, подписки, все это есть под видео. Всем пока.